Победник нужен для того, чтобы хорошо превращаться. И вот он вход, куда ставить кровать. Вот это у нас нюанс. Придется ставить стременку, потому что очень высоко. Первое, на что хочу обратить внимание, термотехник. Проверим. Да, и вот этот элемент. Сейчас измерим с вами высоту потолка. 2,47 у нас знакомая плитка. В студиях душевые кабинки. 2,98. Это у нас шоколад. Привет, привет. Ждите ответа. Я ведущий инженер по строительству. Что сделал застройщик? Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Вы писали в комментариях, как вы хотите увидеть следующий комплекс в моих обзорах. И сегодня я здесь. Жилой комплекс «Солнечный город-резиденция». Мне тоже очень интересно его посмотреть не только снаружи, что сделал застройщик, но и внутри. Об этом комплексе я подробно рассказал в своем видео. Поэтому не буду сейчас повторяться, а оставлю ссылку в описании к этому ролику. Кто не видел, обязательно посмотрите. И давайте сейчас по ценам. К примеру, в «Солнечном городе» резиденция однокомнатной квартиры можно приобрести от 6 миллионов 50 тысяч рублей. В том же «Солнечном городе» можно приобрести ту же однокомнатную квартиру, но цена уже будет чуть дороже. 6 миллионов от 6 миллионов 159 тысяч рублей. Ну что, пойдемте рассмотрим комплекс поближе. Комплекс дали 8 ноября этого года и уже выдают ключи. Вот для «Сэтлгрупп» застройщика этого комплекса, я считаю, это прорыв. Ну, первый, конечно, для меня плюс то, что входная группа, она в уровень с землей. При входе у нас есть достаточно большой тамбур. Есть место, где можно вытереть ноги. Также все в уровень сделано. Вот заподлицо. Очень удобно. О, заходим. Тут у нас зеркало «Сэтлгрупп». Подпишитесь. Первый этаж. Так, что это у нас здесь такое? А, это колясочная. Прикольно. Лифт один, четыре этажа. Лифты у нас с виду «Отис». А мы пойдем дальше. Почтовые ящики. Красивенько сделали с перфорацией. А, и они у нас все, получается, проходные, да? Да, все секции есть выход во двор. И со двора можно зайти, получается, с улицы все. Круто. Дмитрий, добрый день. Вы сотрудник компании «Сэтлгрупп». А кто вы по профессии? Я ведущий инженер по строительству. По строительству. И отвечаете как раз за строительство этого комплекса. Шикарно. Вот, возможно, вот это в будущих проектах прятать. Потому что, если бы они были изнутри, крепление, да, смотрелось бы получше. Тогда должна быть другая система. Другая система критых фасадов, да. Потому что они здесь все равно же на уровне только первого этажа, а дальше у вас мокрый фасад. Ну, цокольный этаж, получается, он на клею, а это система вен-фасада, поэтому здесь клямеры такие наружные. Друзья, это дворовая территория. Знаете, мне вот здесь единственное, чего не хватает, это вот на этих елочках гирлянд. Будет. Потому что скоро Новый год, это реально будет. Суправляющая компания уже обсудили этот момент. Будем вешать гирлянды на елке, чтобы было дольше. Кто производитель детского оборудования? Фирма-подрядчик у нас городской остров. Городской остров. Ой, вру, извиняюсь. Счастливый город. Счастливый город. Да, это не страшно. Слушайте, ну круто. Очень круто. Я даже жалею, что я без сына. Лазилка прикольная. Горки, елки, скамейки, большие деревья. Блин, вообще круто. Слушайте, двор очень классный, мне нравится. Трава, кустарник, парковка для велотранспорта. Давайте, если есть возможность, хотелось бы посмотреть квартиру на последнем этаже и на каком-нибудь любом другом. Потому что последний этаж, там высота потолка большая. Здесь я, кстати, обратил внимание, вот получается у вас остекление навесное, да, на креплениях, оно идет сплошное, с четвертого по второй этаж. Да, да, то есть каркас профиль сверху до низу идет. А как раз где монолитные перекрытия, там чем прошли? Утеплитель там идет, да? Там, получается, пожарная осечка, здесь как раз узел еще открытый, будет еще снизу стоять нащельник. А, то есть тоже металлом таким черным закроете. А остекление холодное, я так понимаю? Да, все витражи холодное остекление. Ну, только на балконах квартир холодное, то есть остекление на коммерческих помещениях и входных группах там алюминий теплый. Теплые. Места под установку кондиционеров здесь у нас не предусмотрено. Не предусмотрено. Красиво, солнечный город, резиденция. Да, вот он как раз, красивый город, изготовитель. Слушайте, ну очень красивый двор сделали, очень. Вот, кстати, было бы прикольно, если бы не только бы обшивали бы ОСБ. Ух ты, так, так, так. Датчика нет, это плохо. А если бы еще, к примеру, знаете, что делали? Здесь все оттянули бы баннером и написано «Добро пожаловать домой». Там реклама с этого группы, ЖК, резиденция. Солнечный, а, вот он. Да-да-да, есть. Я чуть не знаю, камер, смотрите, какая большая, классная. Так, ну что, мое излюбленное, проверяем. Тот, кстати, лифт экономит до 70% электроэнергии в год по сравнению с обычным, да. У него там своя система запатентованная. И за счет того, что у Ген-2 у него не нужна еще шахта сверху, а ему хватает, вот, на последнем этаже будет все эти оборудования. Да, здравствуйте, как меня слышно? Проверка связи. Хорошо, слышно. Спасибо, вас тоже. И затирки здесь хватило, смотрите, все закрыто хорошо. Не как у некоторых. Лестничный марш, такие же марши, аналогичные мы видели с вами и в других проектах состройщика. Здесь очень тепло. Ух, так, ну, можно открыть. Это большой плюс. Летом, чтобы проветрить, или для курильщиков. Есть указатели. А вот и счастливый обладатель квартиры. Ну, не такой же счастливый квартир, например. Забрало еще не поставили. Такие звонки интересные. Сюда, знаете, хочется то ли номер квартиры написать, то ли имя, кто здесь живет. Что такое ощущение, что кто-то взял... А, это пыленка, все. Не содрали пыленок. Все, откроем? Да. А вот смотрите, вот здесь и есть решетка, а вот там почему-то на клапане нет. Ну, получается, система дымоудаления без решетки, а подпора воздуха с решеткой. То есть туда, получается, вообще нельзя ее поставить по нормам? Ну, нежелательно. В проекте не предусмотрено, наверное. Это у нас шоколад. У нас же правильно получается, что с этого четный этаж это шоколад, а не четный это ваниль. На полу ламинат, прихожая, газоблок? Нет, это бетонный камень. А, бетонный камень. Снимает картофель. Слушайте, ламинат прикольно, что он с фаской. То есть домиком вот так не встанет. Вау. Это у нас студия, правильно? Да. Место под кухню. Блин, по раюм окна, конечно, просто здоровенного. Только обратите внимание, друзья. И здесь очень тепло. Очень. Сейчас измерим с вами высоту полка. 2,98. Можно получать свежий воздух, не открывая окно. Здесь у нас есть порожек. Здесь плитка, это плюс. Выходим. У нас с вами получается лоджия. Остекление холодное. Классно, кстати, что решетка не вот здесь идет, то есть не занимает дополнительный объем. Это лоджия. Она прямо вот здесь на окнах. Тут есть конденсат, это и понятно, холодное остекление. Слушайте, ну где-то протечки я здесь не вижу. Все хорошо. О, классно. Вот здесь нет отлива. Знаете, бывает очень часто, что при закрытом вот здесь остеклении здесь зачем-то отлив ставить в принципе не нужно. Вот здесь вот круто. И обратите внимание, что специальная лента, для того, чтобы не было такого терморазрыва, бывает, знаете, что через какое-то время здесь происходит, начинает трещина. Потому что как раз вот нет этой специальной ленты. Вот здесь, надеюсь, такого не будет, потому что она здесь и есть. Так, окно у нас глухое, что ли? Да, окно вот это глухое получается у студии. Так. Дверь у нас получается только открыть и закрыть можно. И вот такой не очень удобный стопор. Неудобный, потому что, видите, вот тут две руки. В общем, ни с одной рукой этого не сделать. Уголки по периметру. Пластиковый подоконник. Ох-то, какая горячая. Счетчики натопления. Розеточная группа. Так, это у нас, я понимаю, под ручку домофона. Значит, давайте смотреть на узушки. ИЕК, производитель. 63, C32, C10 и C16. И здесь все подписано. Мне это нравится. Вау! Вот, кстати, друзья, в студиях душевые кабинки. Например, вот в моем обзоре жительница из одного комплекса, как рассчитывала на то, что... Ну, в целом, нормально. Единственный минус, это эти душевые кабины у студии, получается, да, потому что у однушек, там, по-моему, уже эти... Окей. Значит. Там, по-моему, эти ванны. Не знаю, какого некачества, честно говоря. Ну, у нас студия, поэтому у нас вот душевая душой ужасная. Она вся уже как-то прогнившая, разловалившаяся. То есть прошло сколько-то, ну, три года, и она в ужасном состоянии. Есть сантехника, знакомая плитка. Плитка смотрится классно. Единственный, конечно, вопрос у меня к дверям. Они, ну, они такие недорогие, но, в принципе, на первое время их точно хватит. Слушайте, установлено хорошо. Фурнитура работает. В ванной комнате не сказать, чтобы она большая, но здесь, в принципе, всего хватает места. Вот сюда как раз видно, рассчитано, чтобы стиральную машинку поставить. Вот, можно узеньку поставить. Давайте мы с вами сразу измерим расстояние. 0,44. То есть стандартная узкая стиралка сюда как раз подойдет. И вот там, я понимаю, как раз закрыто, скорее всего, здесь слив. Потому что вот он, забор воды. Ну, либо сюда, либо здесь что-то другое. И розеточная группа. IP-44. Душевая кабинка, кстати, такая. Небольшая совсем. Красиво смотрится. Задвижка ночная есть. Это классно. Ну-ка. Слушайте, вот они там ходят, я их реально не слышу. Знаете, бывает такое очень часто, друзья, что кто-то идет по коридору и слышит, что тык-тык-тык-тык. Вот этого нет. Двери, я так понимаю, стандартные везде. Вау. У меня дома стоит такой звонок, что когда звонят, аж сдрагиваешь. Так, автоматы. Все аналогично, друзья. То же самое, как в студии. Причем, очень странно, здесь комнат больше. Так, у нас получается раз-два. Двухкомнатная квартира. Коридор. Ванна. Небольшой. Совсем небольшая прихожая. Возможно, сюда можно будет поставить шкаф. Заходим в комнату. Нет, друзья, это не комната, а это у нас кухня. Вентиляция. Да, там уже, смотрите, от застройщика стоит принудительная вентиляция. Стоит там моторчик, розеточная группа. Вау. Блин, слушайте, надо мерить. Надо, друзья, мерить. Очень широченный проем. 2,47 у нас получается в ширину. И 2,2 метра в высоту. Блин, слушайте, очень здорово. Давайте сразу выйдем мы с вами на лоджию остекленную. Ух ты, здесь прохладно. Я даже спотел, тут очень жарко. Аналогично. Глухое, здоровенное окно. И, соответственно, дверь у нас только открывается. На вентиляцию нет, потому что здесь... Так, вот есть у нас... Нет, здесь нет для вентиляции. А, для вентиляции вот у нас. Странно, конечно, что не сделали, что можно дверь вот так откидывать. Было бы, кстати, удобно. Накладки есть. Давайте дальше посмотрим двери. Слушайте, неплохо. О, вот здесь немножечко, смотрите. Ну-ка, видно, видите, на камеру? Да? Нет, вообще. Здесь у нас квартира, слушайте, огромный санузел. Ну, конечно, вот такие места, когда, вот знаете, делать застройщик-отделку. Вот труба такая здоровенная. Ну, как-то хоть коробом, что ли, закрывали бы. Да, и вот этот элемент, видите, он обшит обычными такими пластиковыми панелями. Ну, смотрится очень недорого, очень. Так, как тебе тут открыть-то? Вот с этими мальчиками всегда вопрос. А, здесь у нас счетчики. Электронные счетчики. И показания все передаются автоматически. Офигеть, запорная арматура. Клапан. Грубочистки фильтр, слушайте, неплохо. Тепло-шумоизоляция. Единственное, конечно, здесь я не вижу тепло-шумоизоляции на канализации. Было бы неплохо, если бы она была установлена здесь. Но для четвертого этажа, если это не критично, то этажи, которые находятся ниже, для них этот вопрос будет достаточно актуален. Очень красиво сделана расшивка. Мне нравится. Он такой, знаете, светло-серый цвет из вот этой белой такой полуматовой, полуглянцевой плиткой смотрится достаточно хорошо. А, и здесь плитка. Слушайте, круто, застройщик смотрите. Обратите внимание, как подобрал. Практически цвета совпадают. Это здорово. Еще одна небольшая совсем комната. Тут, наверное, по ощущениям, где-то на метров 9-10. Тут, в принципе, всего хватает. Сюда как раз станет кровать. Шкаф и стол. Здесь у нас, вот здесь и на проветривание открывается, и просто открывается. И вот отсюда шикарно видна дворовая территория этого комплекса. Слушайте, вот сейчас, ну-ка, вот так вот. Слушайте, очень красиво смотрится. Молодцы, хорошо постарались. Проверим. Есть звукоизоляция, это тоже большой плюс, особенно при питерских дождях. И здесь я вижу, прошли все герметиком. Нормально стоит уплотнитель. Слушайте, окна держатся крепко. А вот здесь, видите, такой косячок есть. Это нужно исправить, так не должно быть. Термотехник. Радиаторы термотехник. Кстати, вот, кто не знал, вот он, клапан Майерского. Здесь есть такой, продается ключик, он 20-30 рублей стоит для того, чтобы его открыть, и вот отсюда будет уходить воздух, если вдруг холодно. Здесь все в порядке. И подводка у нас нижняя, видная, с теплоизоляцией. Молодцы. Кстати, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Пять розеток на такое маленькое пространство. А вот здесь у нас еще распаячная коробка. Белым закрытой, ее практически не видно. Здесь полноценная ванная. Первое, на что хочу обратить внимание... Так, давайте мы проверим. Ох ты. Водичка есть. На то, что пошло грязно, ничего страшного. А здесь нужно нормально сразу пройти силиконовым специально-техническим герметиком. Причем прилично его тут пролить. И вот здесь. Что здесь, видите, у меня палец аж туда влазит. То есть так нормально нужно будет пролить герметиком. Есть экран. Ванна недорогая, обычная. Пластиковая, что ли. Закрыто не видно. Не открывается. Ой, кто, господи. Ходит-то как. Сюда у нас как раз станет тоже... А сюда, кстати, нормальный широкий, наверное, станет стиралка. Давайте здесь измерим. Расстояние. 0,50. Стандартная 60, если не ошибаюсь, да? На прицелскую тоже ставить. Ну, вот здесь, видите, аналогичная ситуация. Ванна большая. Места, в принципе, хватит. Будет квартира, где ванны больше. И еще у нас с вами одна комната. Ох ты, какая здоровая комната. Это точно для родителей. Большая комната. Здесь очень тепло. Очень. Так, вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь розеток. Обои белые. Под окраску. У него только, знаете, непонятно, их окрашивали или нет. Я вообще очень люблю белый цвет. Так. У нас здесь на проветривании окно и так открывается. Фурнитура работает хорошо. Кстати, сразу обращу внимание, что стеклопакеты окна все ламинированные. Вот, видите, для проветривания есть специальная штука. Забыл, как называется. Но, конечно, регулировать ее придется ставить стременку, потому что очень высоко. Да, тоже, слушайте, здесь герметиком прошлись, здесь герметиком прошлись. Вот это у нас лифтовой холл. Здесь тоже есть окно. Это большой плюс, потому что, когда тепло или необходимо, если есть, проветривать, то можно проветрить. О, видите, а здесь шумоизоляции нет. Ну, и вот это, конечно, нужно поправить. Он просто, видите, перекрутился. Здесь у нас сразу видно, что мы на четвертом этаже. Кстати, вот здесь я не увидел указателей. То есть, да, вот видите, нет указателей. Ну, вот, например, я захожу и не понимаю, где... Понятно, здесь нужно идти все в одну сторону, но если, к примеру, коридоры и влево, и вправо, то непонятно, в какой стороне какая квартира находится. Так, здесь у нас, получается, отсутствует указатель на каком этаже лифт. Ну, я не знаю, нужно ли это для четырехэтажного здания. Вот здесь указатель лифт, да? Получается, чтобы на первый этаж пройти, здесь только можно по лестнице. Я правильно понимаю? Да. О, вот это у нас нюанс. Большой коридор, большое количество, соответственно, квартир. А, можно зайти и вот здесь. Получается, у нас по лестнице подъемничек. В парадных обустроены просторные светлые холлы с лифтами. Для максимальной освещенности входные группы остеклены. Нет, сейчас отключено пока. Отключено, да? Да. А включите? Ну, конечно, включим, но сейчас пока нет с собой ключей. А зуммер есть? В какую квартиру? Вы командуете, я же не знаю. О, есть кто дома. Так, а здесь у нас уже получается белая. Все здесь будет, как жарко копиться. Кстати, вопрос, а почему одинаковое количество узловших, что было на двушку, что на студию? Ну, это надо по проекту смотреть. Узловщики-то они должны быть в облажных помещениях. Ну, в автомата имею в виду, то есть вот только там 5 или 6 штук всего, что на студию, что на двушку. Обычно же как-то их больше ставят, в зависимости от получения. В смысле от площади. Ну, в студии однушка, там разница небольшая. Здесь мы на двушках. Вот мы смотрели двушку, там такое же количество, как в студии. Надо смотреть проект по схеме. Ну, вот видите, да, в студии у нас то же самое получается. Душевая кабинка, санузел. Блин, плитка классная, мне нравится плитка. А кто производитель плитки, не помните? Кераморации. О, тепло, конечно, очень. Я бы даже батарею подкрутил бы, честно. Здесь уже, кстати, чувствуется, что высота потолка чуть меньше. Например, знаете, мне почему-то вот здесь, в студии, например, комфортнее вот здесь, нежели, чем в студии, где высота 2,9 с копейками. Сейчас мы здесь с вами, друзья, измерим высоту потолка. Низкий. А там еще циферка была какая-то еще, да? 2,74. Просили мерить окна. Давайте тоже измерим. Метр сорок. На метр... Я не знаю, мы думали в случае картинках, нам потом расхлебывать. Слушайте, очень уютно, очень. Вот здесь, видите, сразу как раз есть теофильтр. Там он угольный стоит. Открыть можно... Так, а здесь что-то с фурнитурой не то. Что-то вот так крутится, открывается. Надо поправить. Обойки немножко тушили. Так, вот он, сам клапан. Регулирует. Так, знаете, получается микро-микро проветривание. На ночь актуальна, кстати, штука. Ох ты какой отсюда хороший вид. Блин, остекление-то не из дешевых алюминий. Первый этаж, кстати, первый этаж, отмечу, что достаточно высокий. И вам в окна точно смотреть не смогут, потому что очень высоко. Тут у нас, понимаю, парковка для автомобилей. Что-то здесь сильно поджали. И здесь тоже, обратите внимание, ну-ка, считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять розеток. Еще здесь две. В принципе, всего хватит. Здесь у нас будет небольшая кухня. Большого смысла нет делать для студии. Я вот только, знаете, на нее смотрю, не могу понять. Ну, вот, понятно, да, вот сюда можно поставить кухню. Куда ставить кровать? Вот она, вот он вход. Сюда не поставить. Можно только поставить диван. Либо вот сюда ставить в середину кровать. Вот, кстати, кто приобрел такие студии, друзья, напишите в комментарии, как вы планируете расположить мебель. Вот я что-то смотрю и немножко не понимаю, куда бы я здесь поставил кровать. Измерим ширину проема. 0,95 сантиметров, практически метр, это очень здорово. Сюда влезет даже и рояль. Класс энергоэффективности B. Высокий. Да-да-да, аккуратней. О, кстати, классно, что здесь такой порожек. То есть вода, чтобы сюда добралась тут. Не знаю, как поливать нужно. Что-то герметиком хорошо промазали. О, тепло идет. Вентиляция, система громоотвода. Система оповещения. Очень красиво. Вот, оцените, друзья, вид по пятибалльной шкале. Один плохо, пять отлично. Вот одни из проблемных мест. Здесь я вижу, хорошо все прошли везде герметиком. То есть вот так от души налили. Распорки. Кстати, идем. Уклон есть. Вот, кстати, я, кстати, в видео одном показывал. Вот видите. Вот ливневка. Значит, это самый низкий уровень. То есть все должно стекать сюда. Для того, чтобы туда не летел грязь, мусор, мертвые птицы, тараканчики, здесь должна быть сетка. Здесь ее нет. Это для того, чтобы сюда ни камушки, ни листва, ничего не попадали, ни мертвые птички. Так, что у нас тут? Вот немножечко мусора. Сетка стоит. Чтобы вот так же живность туда не проникала. Вентиляцию. О, а вот одна из самых высоких точек. Вот уже немножко ржавчины. Да, если бы клеймеры были бы внутри, смотрелось бы намного симпатичнее. Намного. Слушайте, очень приятный комплекс. Мне, например, нравится. Вот они тоже, грибки. Видите, шляпки стоят. То есть влага туда, там, косой дождь никак не попадет. Для меня, например, это плюс, когда это я все вижу. Поэтому к рулю нужно обязательно смотреть, я считаю. Потому что даже если ты живешь не на последнем этаже, если будет протекать, то это отразится и на тебе. Вот видите, вот у нас две секции. И там, скорее всего, утеплитель у застройщика. Самое классное, что здесь можно пройти. Вот, кстати, видите, для того, чтобы уже было безопасно ходить, выложено тротуарной плиткой. Вот он вход. Здесь как раз очень видно, наглядно отсюда, что высоко. То есть если влага будет попадать, ну, чтобы набралось только 20 сантиметров воды и более, тут надо постараться. Конечно, вот эти открытые места с пеной, это минус. Потому что пена, вот видно, уже от солнца, она разрушается. Вот видите, в порошок превращается. И вот эти места все нужно закрывать. Ну, я сейчас об этом скажу. Ой! Надо еще быть аккуратным, чтобы не упасть. Отсюда мы можем смотреть, как проходит. О, вам видно, видите, фундамент заливает. Здесь обычно, я так понимаю, плита, да. Под эти дома тут больше не нужно. Ох, как красиво. Кстати, вот эти современные краны у застройщика. Они прикольные, что не сам кран поворачивается, у него только башня ходит во все стороны. А вот это стоит на месте. В отличие вот от этих кранов. И, кстати, очень прикольно еще посмотреть, как кран сам себя собирает и разбирает. Так как здесь нет техэтажа, то, соответственно, весь воздух у нас сразу выходит от работы на кровлю. Правильно? Да, правильно. Получается, вентиляция из квартир выходит вот эти шахты. Здесь у нас закрыта все сетка для того, чтобы живность никакая не попала. И вот как раз здесь мы можем видеть трубы. Вот они. Да. А каналов здесь сколько? Получается, с первого этажа по четвертый идет? С первого по четвертый получается с каждого этажа они добавляются. Потому что получается с первого этажа свои. И на каждом этаже все больше и больше проходят транзиты с нижних этажей и добавляются с каждого этажа сюда. Ну и из-за этого как раз получается у нас более лучше будет шумоизоляция. То есть не будет слышно повентиляция там с первого по четвертого этажа. Идет отдельный свой воздуховод. Не общий домовой, а с каждой квартиры. А вот это что у нас за вентилятор? Это вентилятор с клапаном дымоудаления по системе пожарной безопасности. И в чрезвычайной ситуации он должен весь дым как раз выдать вот сюда. Пристав срабатывание пожарной сигнализации, получается, включается система дымоудаления, подпора воздуха и вот через этот вентилятор дым выходит из помещения. А вот эти два вентилятора, которые на самых верхних точках? Наверху это получается у нас вентиляция подпора воздуха в лифтовом холле, где у нас зона МГН, и подпора воздуха в шахту лифта. Кровля, соответственно, у нас обычная плоскостная с уклоном. Да, с разуклонкой, с утеплением пропетов, где они граничат с квартирами. А, то есть это вот как раз вот это, да? Да. Тот же базальтовый утеплитель десятка, да? Да, да, да. Ну здесь, да, не сотка. Он как идёт? Десятка именно здесь утеплитель, либо пятёрка с разбросом? Нет, здесь, наверное, 150 даже. Здесь 150, да, похоже, что вот такой. 150 целиковый, либо десятка с полотенником. А фундамент у здания обычная монолитная плита? Да, фундаментная плита. А толщина какая плиты? Сейчас точно не скажу, но, наверное, около 350-400 мм. Ну этого принципа предостаточно, потому что обычно такой. Сваи здесь нет. А они здесь не нужны, тут дома. Здесь на четыре сажа здесь нету. А у солнечного города там уже свайны, да? Там, да, всё на сваях. И 12, и 9-этажки тоже свайны? И 8-этажные тоже, да, тоже свайны. И паркинги тоже всё на свайны. Ну вот здесь мы видим, получается, парапет. Это не межэтажный, а не межэтажный, а деформационный шов, который одна, каждая секция отделяется от другой через утеплительный, получается, 50 мм базальтовой вазы. Чуть-чуть могли бы лучше отмыть ступени на личных маршах. Ну и, конечно, граждающая реконструкция могли бы сделать чуть дороже. Смотрелось бы намного лучше. Очень, конечно, здорово, что сразу застройщик здесь сажает высокие деревья. Видите, какая красивая подпорка. Они, как обычно, где там палки какие-то наставят. То есть всё красиво. Кустарничек чуть бы не наступил. И вот здесь, видите, тоже написано. Откуда привезли? Дубраво. Это, можно сказать, сердце дома. Как это правильно называть помещение? Индивидуальный тепловой пункт. ИТП? Да. Так, я вижу расширительные баки. Ну, это помещение ИТП встроенных помещений. Это не жилья, это встроенные помещения. Только где коммерческие помещения у нас находятся. Для них отдельное ИТП, для жилого дома отдельное ИТП. А, то есть там ещё одно будет? А где насос у нас, который подают у нас? Насос, ну, получается, за счёт циркулируется, циркуляцию обеспечит эти вот два насоса. Один постоянный, второй резервный. Теплообменник, вот получается, находится. А, он ещё и закрыт, ничего себе. Да, получается, закрытый контур здесь отопления. То есть мы котловой водой не пользуемся. Для чего вообще нужен теплообменник? Теплообменник нужен для того, чтобы обеспечить второй контур теплоносителя. Получается, есть первый контур, это приходящий теплоноситель из города, с котельной. Он только попадает в теплообменник и обратно уходит в город. А у нас за счёт теплообменника греется только контур нашего дома. То есть на простом языке, то есть город нам дает температуру, например, 40 градусов отопителя, он поступает в наши радиаторы. Нет, неправильно. Неправильно. Из города поступает теплоноситель. Ну, в данном случае там вода подготовленная. Она попадает в теплообменник. Нагревай его. Да, тут опять же, вот приходящая, например, и уходящая линия. В одном теплообменнике, да. То есть получается, с города пришла вода горячая и обратно в город ушла. А поэтому в этом теплообменнике подогрелась наш внутренний контур дома. То есть мы... И за счёт этого люди экономят на квартплате. Ну да, и не потребляется вода, которая идёт от котельной. Ну, сам расход воды не идёт. И также за счёт этого теплоносителя мы подогреваем ГВС, ну, горячий воздух в доме. Тоже... И это ещё дополнительная экономия. Да, да. То есть основной расход у нас в квартплате это отопление и горячего воздуха. И сейчас мы посмотрим, когда это пешка. Да, можем пройти посмотреть жилого дома. Жилого дома. Кстати, вот это у нас самая низкая часть дома. Она есть во всех домах. Здесь есть вода, это нормально. Когда она поднимается чуть выше, срабатывает датчик, и всё уходит в ливнёвку, да, с рожателем уходит? Да, в канализацию. Здесь уже получается помещение ИТП дома. Здесь просто крутяно. Очень красиво. Всё. Слушайте, нормальные, хорошие материалы. Недешёвые. Примененные. Так, давайте посмотрим здесь тогда насосы. Вообще, можете про это всё рассказать? Как это всё работает? Вот откуда, то есть вот отсюда как раз получается тепло идёт. Вот она красная, да? Вот это от города заходит сюда тепло, это понимаем. Да, это подача и обратно. Вот это у нас... Это запорная арматура, которая у нас дом отсекает от теплоносителя. Соответственно, это манометры давления. Если не будете платить за отопление, то чпок, кран открыт, закроет и всё. Вот манометры давления получается, а это градусники. То есть вот подача получается. У нас приходящий теплоноситель 80 градусов, уходящий из дома там... 40, 45, 50. 50. 50, наверное. Так, соответственно, вот она идёт дальше. Вот это что у нас? Подающий трубопровод теплосети. Значит, не говоря, здесь вы прям в инженерии. Я сейчас не досконально всё не знаю. Давайте посмотрим, где сами насосы. Сколько их, кто производитель, если мы это увидим? Сами насосы, вот они. Находятся два. Здесь тоже у нас два насоса. Да, один постоянный, другой резервный. Другой резервный, да. Куча аварий какой-то будет работать другой. А это у нас что? Это получается обратка со стояков домовых. Да, это подача на стояки домовые уже. Приходится, всё закрыто, ещё мы внимания потерять тепло. Ну, тут это счётчик-расходомер. Вот они, два. Один и второй. А, ну так вот, вот они, счётчики, скорее всего, получаются. Они просто электронные. Здесь они вот сейчас считываются пломбированы. То есть, вот он счётчик, здесь мы не увидим никаких, к сожалению, показаний, потому что всё это заносится через компьютер. Приезжает специальная организация, которая снимает показания. Это делает не управляющей компанией. Да, плюс у нас ещё в доме... Потому что здесь должен быть доступ сюда, правильно я понимаю? Ну, доступ для управляющей компании? Нет, нет. Ну, вообще, то есть управляющей компанией, её сотрудник сам не может снять. Здесь снимает, приезжает специализирование организации. Да, да, монополит. То есть, если люди думают о том, что управляющая компания там как-то результаты подмахивает, это не так, потому что приезжает сторонняя организация, которая, в принципе, на управляющей компанию всё равно. Они приезжают раз в месяц, сняли показания и зафиксировали их. Плюс, если в доме предусмотрена система ОСКУЭ, то есть, это автоматическое снятие показаний со всех систем. Электричество, воды и тепла. Это клапан вентиляции, да, пожарный. В случае срабатывания системы пожаротушения, он закрывается, да, чтобы ограничить доступ воздуха в помещение. А так он в постоянном режиме открыт. Плюс, система вентиляции там ещё тоже предусмотрена. А, вот. Да, ещё неплохо. Приток вытешкает. Сегодня на обзоре, как вы могли заметить, я был не один. Для того, чтобы пройти на территорию комплекса и показать вам то, что хотелось мне посмотреть, и, понимая, и вам хотелось это тоже увидеть. Артёмов, а вы? Очень приятно. Вы здесь работаете вообще? Нет. А вообще почти туда на территорию зашли? На какую территорию? Территорию. Где? Ну, вот она закрыта вот здесь, частично. Давайте, пожалуйста, с территорией. Я связался с застройщиком. С застройщиком вообще без каких-либо проблем. Со мной согласовали мы день и время конкретное. Я пришёл, меня уже ждали, и мне всё показали, что я хотел вместе с строителем застройщика, который ещё и ответил на кучу интересных и волнующих моментов. Мне, например, очень нравится смотреть всегда те места, где обычно люди их не видят. То есть, да, вот сердце, скажем, дома. Где вода, где отопление. И вот он очень чётко всё это рассказал и показал. Также мы поговорили, много накроли. Но это вы все, друзья, видели в ролике. Значит, ничего ли я не упустил? Вот напишите, что может быть чего-то не хватает, где-то я там что-то не померил или не показал. Вот мне там писал подписчик, что нужно посмотреть автомат. Ему интересно, он электрик. И я вот постарался, показал, какие. Например, вот по автоматам у меня вопрос, что почему что в двушке, что в студии, их одинаковое количество. Ну, как бы я считаю, что это не очень правильно, потому что чем больше, я считаю, комнат, тем, соответственно, должны быть больше автоматов. Ну, это моё такое мнение. Может быть, у электриков, соответственно, оно иначе. И, соответственно, ещё на что я обратил внимание, это на входные группы. И они, к сожалению, отличаются от маркетинговой картинки, которую нам всем показывал застройщик. Друзья, не забывайте, пишите в комментариях, какой вы хотите увидеть следующий комплекс в обзорах. Тот комплекс, который наберёт больше всего ваших комментариев, тот, соответственно, я и покажу. В этот раз это был солнечный город, резиденция от Сеттл Группы. Мне, кстати, самому было очень интересно его посмотреть. И мне очень понравился двор. Просто суперкрасавцы. Я, честно говоря, такого не ждал. Я когда увидел первый раз фотографии на сайте застройщика двора, я подумал, что это, честно говоря, ну, компьютерная графика нарисована, что это не по-настоящему. Но я ошибся. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео и оставьте свой комментарий. Ну, а я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok